Яблочный Спас – один из самых любимых в народе православных праздников. Считается, что до наступления этого дня нельзя есть никакие фрукты нового урожая. На освящении плодов в поселке Совхоз имени Ленина, а именно в этот день храм отмечает свой престольный праздник, преображение Господня, собралось много верующих из разных уголков Видновской земли. Утреннюю литургию в престольный праздник храма преображения Господня совершил в благочинной церкви Видновского округа протеерей Михаил Егоров в сослужении настоятеля храма священника Николая Берсинёва и духовенства. Замечательный православный праздник преображения Господня знаменует на Руси начало сбора урожая. Любовью к занятиям земледелием всегда и славилось знаменитое на всю страну предприятие Ленинского района. По ежегодной традиции ЗАО «Совхоз имени Ленина» угощало прихожан плодами, собранными в собственных садах, чтобы люди смогли ощутить радость общего праздника. Это праздник нашего храма, и я очень благодарна тому, что есть храм, есть такой праздник. И нам очень повезло, что сегодня замечательный день, много яблок, и люди очень рады. Спасибо нам большое, спасибо Господу, спасибо нашему руководству. Угощение от местного сельхозпредприятия было достаточным для всех желающих. По словам директора совхоза, в этом году урожаи плодовых, хоть и не самые высокие по Белоградам, но тонн 600-700 яблок и груш будет собрано. Учитывая то, что сейчас происходит на рынке, конечно, нам будет более выгодно заниматься этим делом. Ну а в принципе, мы в этом году собираемся еще один сад посадить, увеличивать наши площади под садами. Поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо. Но яблочный спас – это не только освещение плодов. Этот день имеет глубокий духовный смысл. Празднованием преображения Господа церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Праздник преображения Господни, это праздник всех людей, всех христиан, чтобы мы в конце своей жизни сказали, чтобы мы напрасно прожили свою жизнь. И в нашей душе что-то изменилось к лучшему, чтобы мы приблизились к Господу Богу. Храм в поселке Совхоз имени Ленина открылся в прошлом году. И с того самого момента изменилась и жизнь поселения. У нас замечательный настоятель, который участвует вообще во всей жизни и активно участвует в этом. И люди идут в храм, потому что есть душа, есть возможность, куда прийти, поговорить о каких-то своих проблемах, поделиться. Потому что именно в этом основная задача церкви, людей, которые служат в церкви. Именно в этом и есть главная задача церкви. И в этот поселковый храм верующие приходят не только по праздникам. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.